По информации агентства, украинское НКО Европейский центр за современную Украину наняла лоббистские фирмы Подеста и Меркери, с тем, чтобы те защищали интересы, в целом совпадавшие с интересами украинского правительства. Со ссылкой на бывших и нынешних сотрудников фирмы Подеста, журналисты пишут, что за их лоббистские услуги центр заплатил фирмам не менее 2 миллионов 200 тысяч долларов. Руководящие должности в украинском центре занимали депутаты Верховной Рады от партии Януковича. В материале Associated Press говорится и о том, какие именно услуги оказывали вашингтонские лоббисты Киевской некоммерческой организации. В частности, речь шла о противодействии принятию Конгрессом США резолюции, требующей освобождения из тюрьмы некоего политического противника Януковича. Имя этого человека, однако, не указывается. По информации агентства, выплаты лоббистам производились с июня 2012 по апрель 2014 года. По законам США, лоббисты должны публично объявлять, что они действуют в интересах иностранных государств и отправлять подробные отчеты о своей деятельности Министерства юстиции. Нарушение этих правил уголовно наказуемо и влечет за собой лишение свободы на срок до 5 лет и штрафные санкции в размере до 250 тысяч долларов. Исходя из того, что мы сейчас знаем, нет оснований для расследования деятельности Манафорта за нарушение закона. Однако антикоррупционное бюро в Киеве говорит, что оно открыло расследование в связи с записями в журналах, где указаны платежи Манафорту, которые, как он утверждает, не получал. Поэтому расследование ведется там. Однако одно дело быть под следствием за нарушение закона, и другое дело, если вы собираетесь быть менеджером компании кандидатов президента США. Это уже гораздо более высокий уровень, и вам неизбежно будут задавать вопросы, поскольку люди хотят знать, кто составляет команду кандидатов в президенты. Напомним, в понедельник газета New York Times сообщила о том, что в черной бухгалтерии партии регионов зафиксированы 22 платежа наличными на имя Манафорта на сумму 12,7 миллионов долларов. Манафорт заявил, что предположение об использовании им черной кассы регионалов является необоснованным, глупым и бессмысленным.